Одна голова хорошо, а две лучшие. При приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов необходим тщательный контроль, в том числе и со стороны жителей. Об этом заявил заместитель председателя регионального парламента, член фракции «Единой России» Александр Табачников в ходе проверки качества выполняемых работ на одном из домов в городе Бор. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта региональный оператор, то есть фонд капитального ремонта, уже взял обязательство на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Подрядчик на 450 многоквартирных домах уже ведет непосредственные работы, большая часть из которых в высокой стадии завершения. Полностью демонтирован гидроизоляционный слой, стяжка, теплоизоляция, которая была старая, убрали, она не рабочая из пыла. Убрали по пароизоляции, в итоге сделали заново изниженный пароизоляционный материал, достаточно хороший армированный, дальше идет 200-240 миллиметров жестких минерально-ватных плит, дальше идет разуклонка керамзитом и дальше идет берег стяжка и два слоя гидроизоляционного материала. Поэтому здесь толщина утепляющего слоя стала больше, порядка 15 метров, если не помню из меня, поэтому здесь уже однозначно последние этажи сзади точно не будет. Все вроде по уму так сделано. Не очень крепко, да? Олег Садисович! Шагчик завтра. Приемка не производится, пока замечания не будут устранены. Предложение партии «Единая Россия» о активнейшем участии жителей дает свои плоды, потому что с нашими бабушками не поспоришь. Для того, чтобы ремонт был своевременно и качественно проведен, особенно качественно, необходимо максимально активно привлекать жителей в лице старших домов. И вот эти моменты, они требуют уточнения в законе, внесения соответствующих поправок, потому что без контроля самих жителей в лице людей, которым они доверяют, и контроля за каждым рублем через спецсчета или ТСЖ, программа будет пробуксовывать. Пять лет назад или десять лет назад нужно было собирать на капитальный ремонт. Вот и Путин говорит, что разговаривать нужно с жителями. Обязательно нужно, чтобы присутствовали при приемке капитального ремонта дома или крыши. И все другие вопросы нужно так решать.